Всем привет, дорогие друзья! Сегодня перед вами покупки, сделанные у нас в России в магазине Касторама. А еще я взял ватмета, чтобы замерить реальную их мощность. Я так понимаю, что эти все товары должны быть китайские. Хоть и написано, конечно, здесь все по-русски. Тройной контроль здесь качества. Так, а сзади смотрим, где тут чина, где тут чина. Да, вот здесь вот написано, что сделано в Китае. Давайте, наверное, не будем вас задерживать. Я все это распакую и сейчас при вас же все проверю. Многие знают, что на нашем канале я частенько выкладываю ролики, где что-нибудь ремонтируем. Поэтому я подумал, что надо как-то расширяться и поэтому приобрел дополнительные инструменты. Так, эта штучка у нас, походу, сюда вот так крепится. С трудом смог ее просунуть, так как влезает она очень туго. Да, еще смотрите, что она регулируется у нас под разными углами. У меня еще никогда такого не было инструмента. И вот этим термоклеем я буду пользоваться первый раз. Сам же такой термоклей недорогой. И у нас здесь приобретался по цене где-то около 250 рублей. Почитал я маленькую инструкцию, как бы тут ничего сложного-то и нету. В принципе, на коробку можно совсем убрать и подтянуть сюда нашу розетку. Воткнем в нее наш ваттметр. Ну, чтобы, конечно, замерить мощность нашего пистолета. Еще раз напоминаю, что ни разу не пользовался, поэтому даже не представляю, как это вообще должно выглядеть. И что в итоге мы должны получить. Наверное, коробочку я зря убрал. Сейчас попробую ее, наверное, и склеить. Провод, кстати, мягкий. Да, мягкий, но чувствуется, что меди там не очень много. Если, конечно, тут вообще медь. Квадметр наш показываю. Подключаю. Мощность прыгает и падает. Я так понимаю, что он у нас разогрелся и мощность упала. Поэтому я сейчас предлагаю что-нибудь заклеить. Наверное, коробку эту. Друг с другом сейчас ее и проклею. Что-то я давлю-давлю. Мощность сейчас составляет 25 Вт. 60 Вт она была какое-то время. Вообще, вначале он был, конечно, помощнее. Потом она падала, падала и падала. Нажимаю, вижу, что туда карандаш наш вдавливается. Но пока выхлопа вот отсюда я не вижу. Выйдет он или выйдет? Что-то не понял. Целый карандаш туда упихнул. Где клей-то? Давайте, наверное, еще карандаш добавим. Второй карандаш вставляем и пробуем опять выдавить. Пошло, пошло, походу что-то. Ни разу таким не пользовался. До этого только обычный был момент или суперклей. Так, ну я думаю, можно выключать его. Еще раз замеряем мощность. 22 и 8. Насколько я понимаю, он просто разогревается до определенной температуры, а потом ее поддержит. И вот так вот она потихонечку у нас идет. Пока не убрал, заметил, что здесь у него вот эта часть, она не пластиковая, а выполнена из резины. Наверное, специальный силикон, который у нас не плавится при высоких температурах. Сама же сборка, как вы видите, не очень, конечно, качественная. Есть где-то и щели, но не так, чтобы все это было критично и мешало нам работе. Это вам не бошк, который у нас по цене где-то около двух или трех тысяч, а стоит это всего лишь 250 рублей. Вот так вот много клеевых карандашей. Просто у нас в магазине продавалось их много разных, но были они в основном вот такой вот длины. Я пока не понимаю, в чем разница между вот таким вот этот ближе к белому, а вот эти все-таки немножко желтизной отдают. После этих проверю вот эти, тогда уже точно узнаю. Скажу вам тогда на видео, когда буду им клеить. Но цена такого пакетика 400 рублей и цена вот таких же похожих маленьких коробки также стоит где-то рублей 400. Так что, недолго думаю, просто приобрел клея побольше. А я перехожу к нашей второй покупке. Тут сейчас я с вами совмещаю приятное с полезное, так как я его только недавно купил, а мне самому еще нужно проверить, работает этот гравер или не работает, так как всего у меня неделя на проверку этого устройства. 33 бакса вот за это все. В наборе мы получаем сам гравер. В наборе имеется также инструкция. Инструкция здесь радует, что все на русском языке. Много тут всего написано. Думаю, что если я сейчас буду читать, то это займет слишком много времени. Так, а мощность у нас гравера составляет 130 Вт. Эту мощность мы как раз сейчас с вами и замерим. Это, наверное, первое, что мы с вами проверим. Регулировка скорости до 6 максимум и кнопка включения-выключения. Здесь, кстати, очень хорошо все проветривается. Думаю, как вентилятор прям работает. Итак, дорогие друзья, разобрался я с этим гравером. Сейчас первым делом, конечно же, мы замерим мощность. Отделаю на него насадку, кстати. Включаю его на максимум и запускаю. Мощность 90 Вт. Где-то приблизительно. После того, как он уже раскрутится. Так, чтобы одеть вот эту часть, нам нужно всего лишь открутить вот эту крышечку. Далее вытянуть. Отсюда у нас гибкий тросик идет. И вставить его в цангу, которая у нас там уже стоит. Здесь тоже так же стоит цанга. Кручу и он прокручивается. Слышно, как у нас в гравере крутится. Но есть вот такая вот кнопочка. На нее можно нажать и зафиксировать. Она выглядит вот так вот, как ручка. Здесь я запускаю. Тут он на конце крутится. Ну, центровка вроде здесь выполнена хорошо. Попробуем им самим просверлить. Мы перед этим накрутим вот эту заглушку. И оденем наше сверло. Чтобы она не крутилась, вот тут уже все просто. Делом она уже ни туда, ни сюда не ходит. Попробуем так же высверлить. Вот так вот гораздо удобнее. Наборчик тут очень большой. Есть всякие шлифовальные камни, например. Вот такие вот валики. Также есть щеточки. Щеточка синтетическая. И щеточки металлические. Кстати, очень жесткие. А, они разные жесткости есть. Где-то толще, где-то тоньше. Ну, можно, кстати, одну и проверить заодно, что это такое вообще. Да, наверное, вам видно. Вот тут я прошелся. Она стала матовой. Кстати, очень хорошо шлифует. Я думаю, можно очень быстро и легко снимать, например, ржавчину или краску. Вот такой вот у нас небольшой наборчик получился. Тут даже какие-то инструменты имеются. Что-то ими, видать, можно подкрутить. Еще сам не разбирался, но наборчик очень впечатляет. Чем-то напоминает буру для зубного врача. Только чуток побольше. В общем, вот так, дорогие друзья, похвастался вам сегодняшними нашими покупочками. Это у нас был вот такой гравер и маленький вот такой вот дешевый пистолетик. А на этом, в принципе, я и заканчиваю наше сегодняшнее видео. С пользой для вас показал все-таки, что же можно купить у нас в России. Рассказал, какая цена, как им пользоваться. Также проверили мы уже тут сверла. И переходничок такой вот интересный в виде тросика. Ну, а если вам понравилась сегодняшняя покупка, то смело ставим пальцем вверх. Кто еще не успел, подписываемся на наш канал, чтобы не пропустить наши новые видосики. А с вами был Кирилл и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. У меня же звук записывается отлично и я на это не жалуюсь. Поэтому и переделывать камеру я не вижу смысла. С другой стороны, у нас расположены отверстия под динамик. Не знаю, видно. Также вытаскиваем на горячую и перестает у нас играть. А теперь мы проверим флешку. Флешка мощнее, потому что это у нас USB 3.